ну что ребята снова всем привет сегодняшнее видео будет как вы поняли уже по названию про доработку весты и многие из вас заметили что у нас не выходят никакие вот именно новые функции с помощью приложения q twitter то есть с помощью телефончика чтобы что-то можно было поменять и так как у нас весты 2 1 у нас в комплектации получается комфорт мультимедиа окрос у нас люксовый то в обычной комплектации мне эта вещь нравится больше чем допустим как это сделано на люксах и говорю я сейчас про второе положение дворников то есть соответственно здесь это будет автоматические дворники а здесь уже вот получается механические да вот настройки соответственно мы сегодня будем отключать датчик дождя если к датчику света у нас претензий никаких нету он работает классно то есть стемнело свет загорелся все круто то с датчиком дождя лично у меня да и как я понял по комментариям многих тоже есть вот какие-то несостыковки то есть люди не понимают как это работает потому что он якобы умный на определенных скоростях да он работает медленно на других скоростях он работает быстрее и подобрать вот это с помощью этой шайбы ну у меня лично не получается то есть если я включаю на максимальный режим то есть на самую большую каплю то он меня телепкает как попало то есть многие говорят что вот у них помогает и они решают таким образом проблему я же сегодня покажу как это просто перевести в обычный режим то есть чтобы у вас второе положение было как на обычных комплектациях сейчас я побуду . . . . а вовсе не медведем вот так работает от датчик дождя до в автоматическом режиме то есть видим если мы даже льем куда-то вниз да не на сам датчик он все равно отрабатывает но то есть вроде как вот стекло осталось в каплях а он не машет я мокрый вещь как свинья ну чтобы мотор не шумел я его заглушил как вы видите да вроде бы как алгоритм все классно то есть у нас стоит автоматическом режиме все круто работает все отрабатывает но что напрягает меня и многих как я понял моих зрителей потому что когда ты едешь у тебя небольшая морозь то есть вот как дымка не дымка не знаю то есть но немножко дождик покапал или капает до слегонца ты едешь вроде бы как раз тебя дворники отработали все счистили потом едешь у тебя уже все стекло просто в каплях ты ничего не видишь дворники стоят на месте ты раз режим переключил они отработали потом опять дождь либо усилился либо там еще бы изменил как бы ну дождь ведь не постоянно идет когда сильный дождь идет то вопросов как бы к автоматическому режиму нету вообще никаких а вот если идет небольшая морозь то есть легкий дождь тогда вот алгоритм работы мне непонятен поэтому сейчас мы покажем как это все дело отключить как вы поняли мы будем отключать автоматический режим делать мы это будем с помощью елм 327 ну для тех кто впервые на нашем канале и приложение кутвикер под android то есть на айфоны у вас не получится ничего сделать то есть идете в магазин покупаете телефон с android и исполняете елмку вставляем в бд разъем он находится у нас получается там же где и открывание капота так включаем зажигание запускаем эку твикер ждем чтобы соединение установилась ну буду рожевывать для тех кто у нас впервые нажимаю лупу выбираем all usm и и мэм эдишен dt 2000 св 15 версия 1.1 чуть-чуть пониже листаем ищем емм вайпинг and washing мм вайпинг and washing configuration и в отобразившемся уже списке до нас интересует вот верхний пункт nbx auto vibe cf то есть это вот как раз таки автоматически вот это автоматическое вытирание стекол до вытирания звучит странно ну пусть будет вытирание видим здесь стоит единица нам нужно изменить единицу на 0 то есть меняем на 0 и нажимаем кнопку send нажали можно нажать кнопочку обновить ну чтобы убедиться что действительно у нас все поменялось то есть и видим до верхний пункт nbx auto vibe cf изменился на 0 все теперь наши дворники работают в ручном режиме объясняю да каким образом это работает в ручном режиме то есть здесь у нас есть капельки на втором режиме и соответственно на этих капельках то есть есть то есть переключили в авторежим да как говорится он теперь у нас уже не автоматически и там у нас четыре пункта то есть самая маленькая капелька как я посчитал это в районе 13 секунд чуть чуть больше капля это в районе 8 секунд потом покрупнее капелька 4 секунды и самая крупная капля это секунда то есть дворники у нас будут постоянно то есть работать через секунду ну вы это принципе сейчас видите сейчас у нас дворники включены во второе положение то есть прошлый авторежим они работают через каждые 13 секунд то есть самая маленькая капелька у нас стоит и я покажу сейчас то есть хоть лей воду хоть не лей все авторежима у нас больше нету сейчас включится 13 секунд пройдет дворник очищает соответственно кто хочет это делает кто нет не делает то есть решайте уже сами да я попробую покатаюсь так понравится оставлю нет переключусь назад в авторежим как вы понимаете делов там буквально на несколько секунд поэтому попробуйте понравится оставляйте спасибо что досмотрели видео до конца подписывайтесь на наш канал ставьте лайкосики кто не поставил колокольчик нажмите колокольчик чтобы не пропустить наше видео еще раз спасибо у нас много других видео можете вот здесь поставляю вам специально смотрите пока пока до новых встреч